Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня будем говорить о детях, о библиотеках, о детях библиотеки, и что библиотеки делают для детей. Ну и не только библиотека, потому что в последнее время это настоящий культурный центр, директора Центральной библиотеки имени Сергея Есенина и Евгения Ерченкова здесь у нас в студии находятся, уже была наша гостья, и руководитель структурного подразделения этой самой библиотеки Ирина Морозова. Это в первой части, а в второй части к нам еще приснится библиотека Бригантина, и поговорим о других. Так я понял, что теперь под эгидой Сергея Есенинской библиотеки все библиотеки городского округа Люберца находятся? Совершенно верно. А почему так? Напомните нам, пожалуйста. Ну, это наша известная история, наверное, везде, оптимизация. То есть вы теперь отвечаете за все библиотеки. Так, была только одна библиотека, а теперь вам приходится за всех отвечать. Но везде есть свои представители и руководители структурного подразделения. Да. Ну, давайте начнем с самого простого вопроса, Евгения, вам, прежде чем мы перейдем к детской теме, потому что Ирина у нас как раз будет рассказывать о программах, потому что лето уже практически с нами. Лето, в принципе, и в мае наступает, да, и заканчивается где-то в конце сентября. Все это еще для многих лето. Но прежде чем мы об этом поговорим, простой вопрос. Чем живет библиотека сегодня? Мы давно не виделись. Вот с Нового года как у вас дела? Люди приходят? Дела у нас отлично, людей у нас становится все больше, мероприятий больше, квезды, квисты, концерты, спектакли. То есть теперь у нас уже две театральных студии к нам приходят, ставят свои спектакли. Да, уже конкуренция скоро будет, да. Да. Уже можно репертуар выпускать уже, театра. Сейчас вот мы готовимся к Библионочи. То есть мы будем практически сутки нон-стоп, у нас будут мероприятия, и все наши лучшие, то, что мы вот успели создать за эти полгода, мы все покажем нашим посетителям. Ну, я так понимаю, что если раньше, еще, скажем так, ну, лет 10 назад был такой период, что, конечно же, в библиотеке жили, работали, пользовались, но начиналось такое некое угасание, что интернет все больше забирал. Внимание на себя, и срабатывало просто, зачем куда-то ходить, когда можно все найти. Сейчас другая ситуация. Сейчас ситуация такая, что найти-то можно все, но можно ли этому верить? Если ты готовишь какую-то там для студентов курсовую работу, или человек пишет какой-то труд, все равно некоторые даже думают, вот ссылочка на книгу есть. Потом выясняется, что кто-то где-то ошибся, что-то не поставил, ссылочка совсем не на ту книгу, и книга не так называется, и так далее. То есть есть ощущение, что, с одной стороны, технологии идут вперед, кстати, и вот ваши даже мероприятия, которые вы знаете, квесты, квизы, все, что у нас сегодня существует. Тем не менее, книга есть книга, и то, что в ней напечатано, оно, рукописи же не горят. Приходят, берут книги, читают? Берут, нам очень повезло, мы второй год участвуем в федеральной программе по комплектованию, нам выделяются очень хорошие денежные средства, даже могу озвучить, 2 миллиона нам в этом году дали. Чего себе! Да, то есть сейчас нас очень хорошо поддерживает наше правительство. Вы на 2 миллиона покупаете книги, да? Покупаем новые книги, да. То есть в этом плане сейчас книг много, стараемся покупать, удовлетворяясь, современные запросы, молодежи, разнообразные. Вот, нонфикшн сейчас очень пользуется большим спросом, то есть его мы тоже покупаем, и книги берут, потому что сейчас и цена немножко кусается. Я скажу так, что я вот буквально неделю назад, я был в одном из известных московских магазинов, я захожу иногда, но стараюсь всегда проходить мимо, потому что если зайдешь, все, это вот, ну, деньги, понимаете? Это деньги. Я смотрю, что даже книга, которая раньше стоила 500 рублей, и это считалось дорого, она почему-то стоит уже 970. То есть более-менее, причем неважно сейчас, как выполнена книга, о чем она и так далее, кто автор. Вот от тысячи, это в лучшем случае начинается стоимость вот в обычном магазине. Понятно, что есть книги, которые ты хочешь купить, и знаешь, и ты будешь читать ее, там, перечитывать, или там, в подарок люди покупают. А есть книги, которые вот нужны сегодня, но не факт, что ты потом будешь ее читать и так далее. Но она не может стоить стольких денег. Поэтому, наверное, в данном плане, вот то, то, что вы получили такой транш, да, и приобретаете разнообразные книги, надо, чтобы наши зрители услышали, что вот эта экономия сумасшедшая средств, правда экономия. Ну, вы правы, потому что бывает, книга какая-то модная, они все говорят, или что-то вот где-то, вам ее хочется почитать, но вот вы правы, совершенно не факт, что она понравится, что вы захотите ее оставить на своей книжной полке. Да, а деньги уже уплачены, да, поэтому как бы в этом плане библиотеку очень выручают, что ты можешь взять, почитать. Мы поняли одно, что библиотека главным своим библиотечным ремеслом живет, и нам приятно, что недавно вышел у нас фильм про Юрия Гагарина, мы там у вас снимали, вы увидели свои немножко апартаменты, вот, то есть есть и архивы определенные, которые нам помогли тоже в съемке этого фильма, за что вам спасибо, напомню. Ну, а давайте подключать еще одну гостью к нашему разговору, руководителя структурного подразделения библиотеки имени Сергея Семеновна Ирина Морозова. Ирин, мы же в лето идем, а значит дети, а значит центральная библиотека раскрывает, она и так распахивает сюда свои окна для детей, а что будет в этот раз? Чего нового? В этот раз у нас будет, с одной стороны, уже традиционный, летний, именно есенинский, фирменный такой лагерь, что ли, для детей, мастер-еж, который функционирует уже более семи лет. Что это такое, мастер-еж? Мастер-еж в течение месяца, как правило, это июнь, пять дней в неделю. Так. С 11.30 где-то до двух часов дня библиотека принимает детей, и что мы только с ними там не делаем. Мини-лагерь. Дети у нас и поют, и обязательно читают, пишут на эту тему, рисуют, лепят. Вот всевозможные творческие занятия для них, конечно же, мы привязываем обязательно к каким-то памятным датам. У нас и Пушкинский день, и День России, и вот дата 22 июня, ничто не проходит мимо. Мы детям и рассказываем, и объясняем. Опять же, книги интересные на эту тематику. Конечно, да. Мы с ними учимся правильно читать, то есть с выражением, понимая смысл, не проглатывая, то есть углубленно, скажем так, текст воспринимать. То есть вы выступаете в роли, вот вроде как, действительно, похожи на такой короткий лагерь, да, но тем не менее, именно с упором на развлечения, но такого гуманитарного, да, склада именно, чтобы погрузить в эту историю и, может быть, в какой-то степени тоже приучить ребенка к библиотеке, верно? Безусловно. Да, совершенно верно. У нас уже выросло первое поколение ежей, как мы их вот называем наших, они уже, им уже 14 и больше лет, вот, ходят их младшие, кто уже сейчас подрос, и уже новые. Я вот хотела упомянуть, что формат вот этого летнего лагеря в прошлом году вышел, скажем так, немножко за рамки этого формата. Мастер-еж у нас еще теперь проводится каждое воскресенье в формате открытого мастер-класса. Также где-то порядка полутора часов приходят совсем маленькие с родителями, постарше, кто уже самостоятельно. И вот каждый раз у нас новая тема, если нет какой-то конкретной такой памятной крупной даты, то тут уже свободный полет творчества, дети развивают вот именно свое воображение. День меда какого-нибудь, день клубники. Безусловно, да, из любых подручных материалов мастерят совершенно замечательные поделки. Понятно. Евгений, вот тогда вопрос к вам, как к руководителю, но все же это нужны какие-то средства, как эта программа создается, она утверждается, люди же должны чем-то писать, рисовать, на бумаге какой-то. Родители же, наверное, вряд ли с собой приносят это все? Нет, это все наше, мы все материалы предоставляем, но тут уже спасибо нашему, местному руководству, да, то есть они нам выделяют денежные средства, на которые мы приобретаем вот эти вот расходные материалы, бумаги, цветную, там всякую разную, картон, клей, все это. Я так понимаю, что планирование этих мероприятий тоже входит в вашу обязанность, но подписание вот этого, когда, чего будет происходить, потому что театр в одно время идет, мастер-класс в другое время идет, там какой-то концерт, значит, нас поэты тоже про вас рассказывают, приходят, да? У нас сейчас есть такая история, которая называется системное расписание. что это такое? А смысл его в чем? То есть, чтобы не путать наших читателей, посетителей библиотеки, когда, какое будет мероприятие, там число, дату, могут перепутать, могут забыть, могут что-то еще, то есть оно и поэтому называют системное, то есть на системной основе идет понедельник с 12 до 3 часов вокальная студия, с 3 до 6 театральная студия, там 6 до 9 там гаджеты, то есть у вас в свободных вообще уже нет пространства, 5-6 мероприятий в день это нормально для нас и они просто идут, то есть мы приучаем людей, что каждый понедельник ты с 12 до 3 можешь прийти и заниматься вокалом, то есть не надо запоминать, когда там у тебя там в какое время вот это, да, перенесли, просто вот, и поэтому это такая история называется системное расписание и собственно... Ну это даже уже больше, чем библиотека, то есть вы выходите уже за рамки, такое народное творчество у вас начинается. Ну, мини-культурно-досуговое учреждение. Да, 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 мини-культурно-досуговое учреждение. Ирина, нас мало времени остается, потому что мы с вами попрощаемся на ваше место, придет ваш коллега, это уже будет библиотека Бригантина, тоже библиотека с историей, что называется, но родители, чего говорят-то про ежи-то? Ежи сами, я так понял, возвращаются к вам и сами готовы поучаствовать. А родители чего говорят? Родители очень благодарны тому, что библиотека прививает детям вот эту вот любовь к чтению. То, чем родителям иногда не хотят заниматься. Да, да, очень благодарны. И тот факт, что конкретно у нас это бесплатно, то есть перевешивает возможно некоторые наши не совсем там какие-то супертехнические там возможности, но вот эта душевность, творчество и теплота. Человеческий подход. Да, да, да. Ну и что важно, опять же, давайте честно говорить, да, и папа, и мама могут быть хорошими воспитателями и знать, что они хотят дать детям, но просто вот когда лето, казалось бы, вот выдохнуть, а то ты опять там начинаешь. А когда есть такая возможность, что привести, и ты знаешь, что это будет хорошо, а ведь ребенка же не обманешь, если ему не понравится, он больше не придет. А если он сам пойдем, я хочу, тянет за руку, то это то, чего вы смогли добиться. Ну, я должен сказать еще, Евгения, ведь, помните, мы говорили тоже с вами, что вот библиотеки и так далее. Вот, наверное, благодаря такой компоновке дети, родители, бабушки, дедушки, люди творческих интересов, не обязательно профессионалы. И получается, формируется некий костяк, благодаря чему библиотечное дело продолжает жить и развиваться. Да? Совершенно верно. Так оно и есть, потому что дети, иногда бывает, что родители к нам приходят через детей. То есть, вначале ребенок к нам приходит, после школы играет, он домой приходит, рассказывает, как было здорово, как там классно, а еще там будет что-то. Потом мама приходит, посмотрит, что же там такое, от чего же ребенок в восторге. Тут же она попадает в нашу систему. Во взрослую. Во взрослую уже. И тоже начинает. Ну что ж, вот на этой приятной ноте мы сейчас делаем небольшую паузу. С Ириной Морозовой мы попрощаемся, а к нам присоединится уже руководитель структурного подразделения Бригантина Михаил Водопьянов. Спасибо вам большое, Ирина. А с Евгением мы не прощаемся, но делаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина Евгения Юрченкова. А также сейчас к нам в второй части подключается руководитель структурного подразделения библиотеки имени Есенина Бригантина библиотека. Напомню, что у нас все библиотеки теперь объединены в одну большую, но название сохранилось. Михаил Водопьянов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Правильно я говорю, что название сохранилось? Или это подпольное теперь название? У нас, в принципе, получается, что центральное название Центральной библиотеки имени Сергея Есенина, но и есть название у каждой, в принципе, библиотеки, которая у нас есть. То есть, да, да. То есть, сохранили, что приятно. Конечно. Ну, мы сейчас к вам вернемся. Единственный вопрос. Евгения, а это тяжело, когда вот, ну, одной библиотекой руководишь, а когда потом приходится еще столько же, умноженное на три, а там... Сколько сейчас у вас входит? Сейчас 11. 11 библиотек. Ну, это как в известном фильме. Если ты научился управлять тремя людьми, Да, то есть, 11. Да, потом... Понятно. Ну, это много, кстати. 11 библиотеки. Это же каждая библиотека должна готовить свой какой-то вот программу. То, что вы говорите, да, эту расширенную историю, утвержденный график и так далее. Вы за всем этим следите, чтобы везде все проходило. Мне очень повезло. У нас создалась команда суперпрофессионалов, людей, преданных делу своему, потому что по-другому я вот не могу их назвать. И то есть, вот они все делают, особенно даже, мне кажется... Даже больше, чем надо делать. Даже больше, чем надо. Вот, правильно. Михаил, ну, теперь, естественно, мы подключаем вас к разговору. Вот в первой части Ирина рассказывала Морозова по поводу конкретной библиотеки Есенина. А что у вас на этот детско-летний мамин-папин период, назовем это так? Ну, у нас, начнем с того, что Бригантина – это, в принципе, центральная детская библиотека городского округа Люберцы. То есть, там Бог велел. Да, да. У нас самая крупная, можно сказать, библиотека, которая вот именно рассчитана на детей. И было принято решение совместно с Комитетом культуры в этом году попробовать сделать для наших детишек арт-лагерь. О, интересно. Да, арт-лагерь, который будет проходить в июле и в августе. У нас будут две смены. Две смены, соединенные общими темами. Если в июле мы решили назваться Мульт-Академия, то есть, помимо того, что мы будем и изучать художественную литературу в каком-то смысле с обсуждениями и читками, вот, у нас будут различные кружки, у нас будут педагоги работать вплоть до того, что мы пилотно запускаем китайский язык. Хотим попробовать именно в нашей библиотеке пока на базе лагеря. А с сентября месяца это уже будет, скорее всего, набирать будем группу. Ага. Вот. Сейчас это актуально. Это очень актуально. Мы все это прекрасно понимаем. Может быть, и до африканских языков доберем. Да, сегодня уже серьезная новость заговорили. Да, есть. Есть педагог, который хочет это делать, поэтому, соответственно, открыты все дороги. Педагоги, которые будут заниматься логикой, скорочтением, вот эта подготовка к школе, это тоже будет входить в программу лагеря, но красная линия, это под руководством человека, который это умеет делать, дети будут снимать мультфильм, делать мультипликационную ленту все этапы, то есть написание сценария, подготовка всех материалов, собственно, отрисовка героев и съемка. Пока идет сейчас обсуждение, насколько это масштабно будет. Ну, мы все понимаем, техническая часть тоже как бы важная, чтобы сделать все красивое и правильное, чтобы детишкам хватило. Будет зависеть от того количества, которое детей мы соберем и других некоторых факторов. А что касается августовского, сейчас в разработке планы, мы хотим сделать немножко что-то типа съемки короткометражки. Лето, солнце и кино будет называться наша вторая смена арт-лагеря. Опять же, и игры, и кинотеатр будут, и педагоги будут, но будем снимать кино. И, возможно, это уже процентов 90-х мы так определились, что у нас даже будут еще вот, что в первом, что во втором, детки унесут красивые фотографии с собой, мы будем их фотографировать в образах, немножко фотосессии вместе с актерскими мистерского. Настоящий лагер, да. А сколько смена продолжается? Смена будет проходить три недели. Значит, ну, для того, чтобы был перерыв, для того, чтобы можно было подготовиться к следующей, и последние недели августа, это мы все равно понимаем, что подготовка к школе идет, необходимые закупки, и везде вот это бегать, поэтому решили сделать по три недели. да, да, ну, соответственно, получается, как приходит, как работает это вот с утра, да, вечер, как работает? С 11 до 3 у вас будет, естественно, без обеда, так как мы немножко не подзаточены под это, но, вся, ну, то есть, как бы, чаек, детишки с детишками, если они там, это захотят, естественно, тем более, когда кино снимают, есть такое слово, кинокорн называется, да, ну, естественно, чай, там, то, что любят, да, это будет проходить каждый день, вот к 11 мы их будем ждать, уже, в принципе, готов по часовой план практически на каждый день, но сейчас он редактируется до конца, реклама уже запустилась, уже со школами ведем переговоры, уже даже, я так думаю, что сменку-то, наверное, половину групп, обе смены мы приблизительно имеем. А если жить вместе, это фактически уже одна смена у вас есть. Ну, так как это пилотный проект, мы просто в этом году решили, что группа 15-20 человек, ну, чтобы можно было качественно уделить время каждому ребенку. Ну, тут я опять подключаю Евгению, Евгений, скажите, а насколько это, ну, это же, я так понимаю, пилотный проект, да, то есть, ну, мы как-то привыкли, вот школа, вот дневной лагерь, работает, например, а библиотека, и вот уже до трех часов, да, в данной вот версии, это же такой, продолжительный, там уже чуть-чуть, откуда смелость такая у вас взялась? Вы же все-таки главный. Вы же могли сказать, не надо нам вот это мучиться здесь. Ну, как это не надо, то есть, у нас получается в школе, у детей каникулы, три месяца, учреждения досугового типа, они тоже, как правило, уходят на перерыв, на творческий у них вот перерыв все лето, а мы, собственно говоря, библиотеки, то есть, мы работаем всегда, мы открыты всегда, мы на месте, и, ну, собственно, а что же нам? Это наша работа. это наша работа. Дело в том, что это же хорошая история для продвижения проекта, потому что, в принципе, если возвращаться к тому, с чего мы начинали, что люди, которые, ну, не выцерклены в эту историю, они думают, вот, что-то библиотеки, что там где-то, а здесь получается, сейчас вы сделаете такой детский лагерь, а потом, в принципе, можно делать уже, ну, может, не лагерь, но какие-то такие смены во время обучения, там, ну, какие-то придумывать вечерние, таким образом у вас постоянно будет, что называется, опять же, говорят, таким языком, дети присутствуют, будут приходить люди, и процесс будет идти, то есть, это будет больше, чем библиотека, вот в чем, тем более, если язык изучать, если это дело пойдет, язык же нельзя изучить там, да, за одну смену, ну, по крайней мере, приобщиться. то многие дети будут требовать от родителей продолжения банкета, наверное, задумываться о том, что мы только за, вот, если такое будет, то, наверное, это будет очень здорово, еще такой вопрос, опять же, я обычно всем, кто преподаватели, кто эти люди, которые будут работать в вашей библиотеке с детьми, это же важно, это, ну, если мы говорим про профильные предметы, такие как языки, то есть, это специально подготовлено, даже не специально, специально приглашенные именно педагоги, с образованием, все как полагается, да, что касается творческой части, ну, во-первых, у нас уже сотрудники, да, на работе в творческой части, вот, и мастер-классы, в том числе, и по прикладному искусству, и по всему, ну, во-вторых, также будем прибегать к приглашенным, то есть, специалистам, дружим, возможно, вас пригласим, когда мы будем снимать, я так понимаю, что у вас же, опять же, люди же, вот, вот, приходили даже к нам, да, театральная студия и так далее, в одной библиотеке, ничего не ставит труда, в другую, или там своя студия есть, то есть, есть такое, да, взаимодействие, замещение может произойти, вот это как раз та история, гастроли по библиотекам можно устроить, когда оптимизация объединения, именно на пользу в нашем случае, то есть, у нас есть некая такая сборная команда, вот, ну, по-другому не назвать, да, когда вот едут, да, агит-бригада, как раньше называлась, да, ну, как вот есть спортсмены, да, клуб там, Спартак, ЦСКА, Динамо, но когда мы едем на какие-то международные соревнования, едет сборная, самые лучшие, самые сильные игроки от каждой команды, собственно говоря, и у нас получается, у нас 12 библиотек, и от каждой есть кто-то профессионал в своем деле, кто-то сильнее и лучше в чем-то, вот, и из этих людей создана некая, вот, да, фокус-группа, сборная команда, которая всегда выручает, да, хорошо, Михаил, вернемся к тому, что библиотека детская, это значит, она все-таки отличается от Есенинки, как главного нашего хаба, да, такого библиотечного сегодня, да, говоря языком, экономическим, насколько дети, как часто дети уходят именно в детскую библиотеку, есть какое-то отличие от взрослой? Ну, как сказать, давайте начнем с того, что мы сейчас стоим на пороге того, что библиотеки, это совершенно не то, что было раньше, то есть, когда просто выдавали книги, мы, наверное, уже в первой части об этом говорили, о том, что сейчас очень много мероприятий проводится и так далее, мы достаточно большую работу производим, что касается именно городского округа, как я считаю, что библиотеки в большинстве своем встали вот на те рельсы, когда мы проводим хорошие, качественные, классные мероприятия, и чтобы это было не стыдно показать остальным. Поэтому процесс идет того, что дети приходят, то есть увеличивается и количество детей. На это влияют не только наши мероприятия, на это влияет то, что у нас книги постоянно есть новые, то есть в этом же году, да, порядка 11 тысяч у нас в библиотеке поступило, книг самых разных новинок. Это то, что мы провели большое количество мероприятий по оптимизации библиотеки, то есть это перестановки, настольные игры закупили. Очень много чего интересного. И мы, в принципе, вот моя цель, как руководителя с поддержкой Евгения Евгеньевны, мы хотим что-то такое, как антикафе, как вот это вот, знаете, вот такого плана сделать, но там, где не надо будет платить денег. И там, где будут люди, которые будут готовы встретить и выиграть. Вот, к чему мы идем. И будет не хуже, да, а может быть лучше, чем там, где будут платить денег. Вот на данный момент у нас есть постоянная группа, которая насчитывает более 20 детей, которые ходят, но постоянно, прямо вот именно на мероприятии, имеется в виду, которые вот кружки там какие-то, это имеется в виду один этот самый, но у нас же еще платные кружки, куда ходят, то есть там тоже очень много детей ходят. Ну вот, и постепенно это все дело, вот начинает обрастать таким количеством, то есть очень много сейчас стало ходить детей, которые раньше просто не приходили в библиотеку и мимо проходили, да. Сейчас очень большое количество, потому что большая еще, да, большая работа со школами началась вести, то есть школам проводят мероприятия, чтобы им было, ну, как бы интересно, то есть у нас рядом две... 19 и 5, получается, или 20 и 5, получается. И вот они вот к нам ходят на постоянной основе, у нас проходят мероприятия, на ежедневные, я бы сказал, от одного до трех классов к нам приходят именно мероприятия, которые мы чисто для них проводим. Поэтому дети ходят, но работы еще много. Поэтому можем подводить итог. Дети наши все, дети ходят в библиотеку, мы главное услышали. Евгения, скажите, завершая вот у вас как бы уже финальное слово, какое будущее? Ну вот сейчас лето мы проведем, уже все у вас утверждено, лето будет для вас таким сложным, в хорошем смысле этого слова. Ну а что в будущем? Есть ли будущее в библиотеке? Конечно, есть. То есть, как всегда говорится в нашем библиотечном сообществе, где взять новых посетителей, вырастить самим? Вот так вот. Будем растить сами. Спасибо вам огромное. Напомню, что в гостях у нас сегодня были директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина Евгения Ерченкова, руководитель структурного подразделения библиотеки Сергея Есенина и Ирина Морозова, в первой части она у нас выступала, и руководитель структурного подразделения, в данном случае библиотека Бригантина, Михаил Водопьянов. Спасибо вам огромное, вам успехов, удачи. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин